Этим летом планировалось ввести новые правила по продаже алкогольной продукции, точнее, кратно увеличить антиалкогольную дистанцию. На территории Краснодарского края действует постановление о запрете продажи спиртного в радиусе до 300 метров от объектов здравоохранения, образования и других социальных организаций. В Сочи же это расстояние не превышает 25 метров. Согласно федеральному постановлению, его необходимо было увеличить, но окончательное решение за муниципалитетом. Взвесив все за и против с учетом местных характеристик, Анатолий Пахомов решил не вводить новые правила. У нас город ограничен, и море, и горы, да и в принципе, если применять те нормы, которые нам рекомендуют, 300, то здесь, будем говорить, просто негде будет. Да, если не будет у нас этого, то, наверное, и гостям это не совсем понравится, хотим мы этого или не хотим, но гости хотят, когда приезжают на отдых, и выпить тоже. Мы остаемся на тех же самых условиях, как и было, но с пониманием того, что мы изучили, и истинно ради должны констатировать факт, что сделали все правильно. В случае положительного решения, отметил городоначальник, Сочи мог бы потерять около 30 миллионов рублей в виде налоговых поступлений в бюджет. Закрыть пришлось бы сотни лицензированных предприятий. А главное, что на первый план мог бы выйти теневой бизнес, что существенно бы увеличило оборот нелегального алкоголя. Предприниматели, в свою очередь, обязались вести свой бизнес исключительно в рамках закона и подписали хартию о торговле алкогольной продукцией.